Отныне жители частных домовладений обязаны самостоятельно заключать договоры с мусорововозящими компаниями на вывоз твердых бытовых отходов. Разъяснение изменений в законодательстве стало главной причиной встречи главы Ленинского района Олега Хромова с жителями деревень Пуговичино и Калиновка. Раньше у нас с вами было право заключить или не заключить договор на вывоз мусора. Теперь это обязанность заключить договор на вывоз мусора, который накладывает на любого собственника земельного участка, тем более домовладения, уже обязанность и заключить договор, соответственно, производить по нему оплату. А за незаключение договора существуют сегодня штрафные санкции. Они введены с 1 июля. За отсутствие договора жильцы будут привлекаться к административной ответственности на сумму до 5000 рублей. Следить за этим станут представители Госадомтехнадзора. Директор компании «Экотрансвидная» Станислав Кошарный рассказал собравшимся о тарифах на вывоз ТБО. Стоимость договора составляет 1374 рубля в год или около 115 рублей в месяц. Причем договор составляется либо на количество человек, имеющих регистрацию, либо на само домовладение на необходимый срок, если постоянно в доме никто не проживает. У нас были договора и на 6 месяцев. Последние расчеты, которые были сделаны, 1374 – это тот, кто постоянно проживает, и 1137 – это те, которые проживают премиум. Власти района предлагают заключить договор до 1 сентября по причине того, что многих дачников, летом проживающих в деревнях, с наступлением осени не так легко будет застать на участках своих домовладений. Для этого старосты деревень вместе с представителями мусоровозящей компании должны будут обойти всех жителей для подписания документов. Также по ходу встреч собравшиеся могли задать Олегу Хромову волнующие их вопросы. В Пуговичино была выявлена проблема самовольного захвата земельного участка около пруда. В Калиновке людей прежде всего волнует качество водоснабжения и вопросы канализования. Мы с жителями договорились о том, что первый вопрос – это улучшение качества водоснабжения. Мы начнем и включим в муниципальную программу вопрос проектирования. Наверное, мы это включим на следующий год, для того, чтобы в 2018 году можно было уже решать вопрос практически бурения новых скважин и двигаться так же, как мы это сейчас реализуем в деревнях Белеутова и Горки. По словам Олега Хромова, подобный формат общения с жителями наиболее ярко помогает понять остроту проблем. Встречи в поселениях района планируется продолжать. Дмитрий Книгов, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.